Алексей всегда знал, что после детдома вернется домой, в квартиру, оставшуюся ему после матери. Однако и представить не мог, что в подарок на совершеннолетие получит развороченные стены и вырванную сантехнику. Только вот даже эту ситуацию сирота считает удачей. Мы пришли в органы опеки. Порошенкова Ирина Алексеевна заявила о том, что квартиру 18 лет мы не заберем, что я не денежноспособный, я не могу оплачивать квартиру. Потом говорила о том, что у нее есть еще договор продленный, который на три года. Она сказала, ты 14 числа приедешь к этим людям и то продлить договор найма с этими людьми. Заселиться ты туда не заселишься. С 2010 года и до достижения Алексеем совершеннолетия в квартире должен был проживать некто хлыстов. Сделать ремонт, оплачивать коммунальные услуги. Однако этим мужчина не ограничился и получил постоянную прописку в непринадлежащей ему квартире. Как считает депутат Гордумы Валерий Официнский, за помощью которому обратился сирота, не последнюю роль в этом сыграло разрешение на регистрацию, которое готовил все тот же специалист опеки. Я думаю, что это система. И все идет от того, что глава центрального района, госпожа Кравцова, дает разрешение на прописку, постоянную регистрацию таким людям. Опека, которая госпожа Порошенкова занималась этой квартирой, я так думаю, что все-таки ее знакомый это был. Я считаю, что здесь необходимо слово сказать правоохранительным органам. Можно предположить, что за пять лет хлыстов неплохо заработал на квадратах сироты. Ведь, по словам Алексея, квартира длительное время сдавалась в аренду. А специалист опеки старалась затянуть процесс передачи жилья еще на несколько лет. Говорила о том, что она искала меня 12 лет. Говорила, что не знает моего директора с детского дома Склярову Наталью Николаевну. Не знает ни социального педагога Ерофееву Нину Ивановну. Хотя, я потом позвоню Нина Ивановна, она сказала, что я непосредственно с ней встречалась раз в 12. Говорит, только по поводу тебя. Вралась, врет, очень врет, много врет. Как бы, говорит много неправды. Пытается найти какие-то отговорки. Ключи от своей же квартиры Алексею удалось получить после того, как он полгода ходил по всевозможным инстанциям. И это при том, что чиновникам не нужно было искать ему жилье. Что уж говорить о тех 800 забайкальских сиротах, которые выпустились из детдомов в никуда. Ведь их новоселье обойдется государству в миллионы, которых, как всегда, нет. Алена Ведерникова, Максим Лобачев, ЗАПТ-ТВ.